МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ, в студии Олег Степанюк. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Сильнейшее землетрясение в Эквадоре. 77 погибших, почти 600 пострадавших. Массовое отравление школьников в Китае. Около 500 учеников госпитализированы. Торговля, инвестиции и банковский сектор. Делегация из Сингапура прибывает в Минск. Золотая маска для белорусского актера. Ростислав Янковский удостоен высшей российской театральной награды. Сильнейшее землетрясение в Эквадоре. Спасатели продолжают разбирать завалы. В списке погибших 77 человек, почти 600 пострадавших. По информации МИД нашей страны, белорусов среди них нет. Эпицентр располагался в 120 километрах от столицы государства Кито. Магнитуда колебаний составила 7,8 балла. В стране объявлено чрезвычайное положение. Минувшей ночью стихия разрушила жилые дома и административные здания. Для ликвидации последствий в зону бедствия переброшены армия и полиция. Больше всего пострадали прибрежные населенные пункты. Продолжают бушевать стихии и в Японии. На острове Кюсю за последние три дня произошло около 400 подземных толчков. В списке погибших более 40 человек. Около 2000 находятся в больницах. Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил соболезнования императору Японии и президенту Эквадора народам этих стран в связи с большим количеством человеческих жертв и разрушений в результате произошедших землетрясений. Около полутысячи китайских школьников отравились неизвестным веществом. Инцидент произошел в городе Чанчжоу после того, как местная школа иностранных языков переехала в новое здание. Там ученики почувствовали недомогание. Почти сразу стали проявляться и различные симптомы отравления. Воспаление кожи, отклонение в показателях анализа крови. У некоторых ребят обнаружена лимфома и лейкемия. Проверка показала, загрязнение грунтовых вод и воздуха в районе школы превышает все допустимые нормы. Сообщается, что ранее на этом месте находились три химических завода. Теракт в аэропорту Йемена в воздушной гавани Адена прогремели как минимум два взрыва. По предварительным данным, жертвами атаки стали четверо солдат. Боевики пытались проникнуть на территорию аэропорта, однако им это не удалось. Взрывы прогремели у контрольно-пропускного пункта. Напомню, в Йемене уже два года идет вооруженное противостояние между правительственными войсками и шиитскими повстанцами. По данным ООН, жертвами гражданской войны стали более 6 тысяч человек. Около 30 тысяч пострадали. Сегодня в Катаре страны-экспортеры нефти пытаются договориться об ограничении добычи на уровне января этого года. Так участники встречи в Дохе планируют стабилизировать цены на черное золото. За два года цены на нефть марки Brent снизились в 4 раза – до 28 долларов за баррель. Среди причин – резкий рост производства сланцевой нефти в США, а также замедление темпов роста в Китае. Но почти полтора года крупнейшие производители не предпринимали практически никаких шагов, чтобы остановить обвал. И вот сейчас решили – нужно срочно действовать. Если же соглашение подпишут, то, по мнению экспертов, уже к концу года цена на нефть может вырасти до 50 или даже 60 долларов. Саудовская Аравия пригрозила продать все свои активы в США. Это в том случае, если американский конгресс одобрит законопроект, позволяющий привлекать к суду правительство Королевства за причастность к терактам 11 сентября 2001 года. Общая стоимость активов Саудовской Аравии в Соединенных Штатах составляет около 750 миллиардов долларов. Эрриат будет добиваться, чтобы американские суды не смогли ни в чем обвинить правительство Саудовской Аравии. Ранее президент США Барак Обама сообщил, что в течение ближайших нескольких месяцев может быть снят гриф «Секретно» с части документов по поводу серии терактов 11 сентября. В столице Великобритании почти 150 тысяч человек вышли на антиправительственную демонстрацию. Полиции пришлось перекрыть движение в нескольких районах Лондона. Митингующие требовали отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона. Людей возмущает план жесткой экономии. Из-за сокращения расходов студенты жалуются на рост стоимости жилья и обучения, бюджетники на урезание пособий, а медики настаивают на повышении им зарплат из-за резкого притока пациентов из числа мигрантов. Особое возмущение у людей вызвало панамское досье на премьера. Демонстранты потребовали справедливой уплаты налогов богатыми и корпорациями. Марина Павлоградская, телекомпания СТВ. Беларусь расширяет сотрудничество с государствами Юго-Восточной Азии. Сегодня в нашу страну прибывает делегация из Сингапура во главе с государственным министром торговли и промышленности. В течение трех дней пройдут встречи в правительстве и ряде министерств. Иностранные гости посетят парк высоких технологий и республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии. В ходе встреч будет обсужден весь спектр вопросов развития двусторонних отношений, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, сотрудничество в финансовом и банковском секторе, перспективы взаимодействия по линии ЕАЭС Сингапур. Ганглево-экономичная дача не мают простору для развития, або товарозворот в минулом году складал прикладно 30 миллионов долларов. Крышечку больше сингапурский экспорт был у Беларусь за импорт товаров с Беларуси, В эти минуты готовится к эфиру итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя». И вот некоторые ее темы. Кто готов стать стратегическим партнером Беларуси среди мусульманских государств и где уже завтра могут открыться совместные предприятия? Саммит организации исламского сотрудничества. Беларусь готовится стать наблюдателем в объединении и открывает новые экономические горизонты. Выход на орбиту из деревушки Станьково под Минском. Белорусское космическое настоящее и завтра. Какое оно? Это новый век. Для военных это палочка-вручалочка. Не только для военных. Мечтает ли молодежь о космосе? Полеты не во сне, а наяву. У нас все оказались патриотами. Почему демографическая кривая заставляет государство повышать пенсионный возраст? Просто откладывать данную меру дальше невозможно. Каким будет экономический эффект от пенсионной реформы? И когда это почувствует каждый белорус? Мы с вами будем иметь немножко больше для того, чтобы, в общем-то, этими результатами труда всем обществом воспользоваться. И звезда звездою не говорит, а поет. Лица СТВ круто изменили свою жизнь и стали эстрадными исполнителями. Это бриллианты. Кто поет мимо нот, но от души? Слезы, кровь, Леша, Листов. Действительно, кровь, кулаки от эмоций сбил. А кто теперь поедет в гастрольный чёст по стране? Начну гастрольный тур, наверное, вот, Кольцо, Калинковичи, Осиповичи, Радашковичи. Шоу «Две звезды» на СТВ. Что из всего этого вышло? 30 лет после Чернобыля. За передовым опытом в диагностике в Беларусь едут врачи из США. А за сельскохозяйственным – японские фермеры. За этих 30 лет мы фактически решили проблему содержания цезия в животноводческой проботе. Александр Добрьян о том, что средняя продолжительность жизни в загрязненных районах – 73 года. Для того, чтобы узнать, какое количество радионуклидов накопил организм за всю жизнь, необходимо всего лишь 3 минуты посидеть вот в этом кресле. Замена тротуара, ограждений, ремонт пролетов. Минскую кольцевую скоро будет не узнать. Широ дорога будет, всё будет. Отлично будет, лучше, чем было. Татьяна Ревизория во всех пунктах обязательной программы – обновление МКАД. Сегодня по обе стороны одной МКАД идёт общий процесс. И это весеннее обновление. Эти и другие наиболее заметные темы уходящих 7 дней в итоговой программе «Неделя» с Евгением Гориным в 19.30. Трагедия в Пинске. Там при пожаре на частном предприятии погиб рабочий. Возгорание произошло на участке по производству гофрированной тары. Также уничтожено 10 тонн картона. Предполагаемая причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнём. Криминальный эксперимент для журналистов. Съёмочная группа СТВ расследовала кражу в Витебской квартире. Вместе с профессиональными следователями и экспертами они снимали отпечатки пальцев, составляли фоторобот, опрашивали свидетелей. И наш корреспондент Анастасия Бут раскрыла преступление. Посмотрим, как это было. Следственно-оперативная группа с участием представителей средств массовой информации на выезд. Пока девушка отдыхала в санатории, в её квартиру проник неизвестный. Спустя два часа допроса с пристрастием узнаём. Ключи из сумки незаметно похитил её новый курортный знакомый. Такова легенда следственно-журналистского эксперимента. Я захожу, смотрю, открыт шкаф, открыт сейф, денег нет. Для начала необходимо осмотреть место происшествия. Следователь описывает каждую деталь. Эксперты ищут улики. В чемодане эксперта около сотни предметов. Среди прочих мы нашли лак для волос, который журналистки используют по прямому назначению, а эксперты для фиксации следов. В помещении же следы изымаются совершенно другим способом. И чтобы их найти, порой приходится буквально исползать всю квартиру. На что это похоже? На кроссовок? Да, похоже на спортивные кроссовки. Далее ищем пальчики. Магнитная кисть представляет собой обычный магнит, бытовой. Порошок обладает ферромагнитными свойствами. Прилипает к магничной поверхности. Мажем, да. Касаемся только поверхностью, то есть не жестко проводим. Найденный отпечаток отправляем на экспертизу. И тут же составляем фоторобот предполагаемого преступника. Нам повезло, его видела соседка потерпевшей. Обычные люди даже не догадываются, насколько тяжело сделать портрет злоумышленника. Это занимает от двух часов до нескольких суток. В базе 16 тысяч элементов лица. Только носов 900. И даже свой журналистский, сунутый в экспертные дела, на глаз не найдешь. Был у нас случай, когда мужчина пришел к нам. Мы составляли очень долго с ним субъективный портрет. Он в итоге сказал, что совсем ничего не похоже. Так как у нас город художников. Он сказал, давайте лучше я сам нарисую. Зачастую под короткой фразой проводятся следственные действия, скрывается огромная работа. Осмотр места происшествия может проводиться от нескольких часов до нескольких суток. В художных фильмах роль экспертов-криминалистов играют профессиональные актеры. А сегодня эту роль примерили на себя профессиональные журналисты. И наша съемочная группа с заданием справилась на отлично. Ведь найденный отпечаток пальца обнаружили в базе данных уже через 20 минут. А значит парень из санатория теперь главный подозреваемый. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск. Народный артист Белоруссии и СССР Ростислав Янковский удостоен российской театральной награды «Золотая маска». Отмечен актер в номинации за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Янковский стал первым иностранным лауреатом почетной награды. К сожалению, на церемонии народный артист не присутствовал. Ростислав Янковский госпитализирован. За него золотую маску получил старший сын Игорь. Поздравить мастера намерены и на родных подмостках. На 24 апреля в афише театра имени Горького заявленная история любви «Вечность на двоих». Далее спортивное обозрение. Больше новостей найдете по адресу...